Сегодняшняя тема Reels или TikTok. Меня зовут Мика Хигай, всем добрый вечер, первый роял-мастер в СНГ. И почему мы затрагиваем эту тему? Потому что мы хотим с вами развиваться онлайн, то есть оффлайн довольно сложно находить новых партнеров, клиентов. И мы можем это делать с вами онлайн, причем бесплатно, то есть можно даже не использовать таргет. Если вы делаете хороший регулярный контент, то вы можете привлекать в свою команду людей только благодаря вашим роликам. Это очень круто. Reels — это нововведение в Инстаграм. Не так давно они появились. TikTok уже какое-то время у нас работает, и в основном в TikTok у нас молодая аудитория. Тогда как в Reels уже совершенно разная аудитория. И я на своем опыте увидела, что действительно через Reels можно найти партнеров, которым интересно то, что вы предлагаете. В нашем случае Atomi — это продукт, то есть находить клиентов, либо находить бизнес-партнеров с людей, которые хотят так же, как вы, рекомендовать продукцию, строить свой глобальный бизнес, строить сеть потребителей, по всему миру команду, работать с командой, встречаться, работать, общаться. В общем, все, что мы делаем. У нас очень много плюсов в Atomi. И просто нужно уметь это транслировать, потому что иногда бывает что-то такое, что мы снимаем вроде, но толку от этого нет. То есть нет регистрации от наших роликов или постов. Почему посты уже не так актуальны? Потому что посты, они статичные. Там просто идет много текста. Если это, например, storytelling или какие-то любые тексты про продукцию, уже скучно смотреть. Согласитесь, вот кому плюсик поставьте, пожалуйста, кто тоже так считает, что уже сами не смотрят посты. Да и Инстаграм не показывает нам посты в таком большом количестве, как раньше. Помните, да, мы смотрим ленту, когда еще не было сториз. Там в основном посты, посты, посты идут всех наших людей, на которых мы подписаны. И мы читали эти посты, да, там какая-то картинка продукции. Этого было достаточно раньше. Картинка продукции, описание и контакты, например. Ваши контакты. Так мы работали раньше. Если вы зайдете в мой Инстаграм, Atomika Korea, самый низ, то мы так раньше работали, это раньше работало. Это было как бы актуально в то время, 3-4 года назад. Сейчас же уже так, к сожалению, не работает. Людям нужно за короткое время, за 10 секунд буквально, да, ознакомиться сразу с тем, что вы из себя представляете, что за продукт. В общем, за всего лишь за какие-то 10-15 секунд нам нужно с вами успеть задержать внимание людей и привлечь на свою страницу, да, чтобы они сначала стали ставить лайки нам, написать комментарии, затем стали подписчиком, затем через наш контент мы прогреваем нашу аудиторию, и далее воронка продаж, да, уменьшается, и уже происходит продажа, да, либо продукции, либо человек регистрируется в нашу команду, если мы все правильно организуем. Это наша цель с вами, чтобы не просто делать контент, да, как это было раньше, делать какой-то нерабочий контент, а снимать то, что будет людям заходить, чтобы сразу людям понятно, что вы, кто вы, и что за услуги или продукцию вы предлагаете, что нужно делать. Вот если ваши ролики отвечают на все эти требования, то вы получаете себе клиентов. В чем и наша цель заключается, да, мы хотим вести Инстаграм с вами, если мы уж занимаемся этим, да, мы хотим получать результаты, и чтобы получать результаты, нужно всегда, конечно, знать актуальную информацию и быть в курсе, что сейчас работает, что не работает. Поэтому мы с вами будем сегодня поговорить об этих темах. Скажите, пожалуйста, кто уже привлекает в свою команду через Reels и TikTok? Ну, через свои ролики или такое, что у вас клиенты появляются? Маргарита Федотова, конечно же, да, мы зайдем обязательно на страничку Маргариты, она снимает очень крутые ролики Рилсы, вот она пишет, что через ее Рилсы приходят клиенты. Это круто, да? А у кого еще не приходят, значит, вы еще не знаете, да, как это делать. А у кого кто-то снимает Рилсы, ролики, TikTok, снимает, но нет регистрации, тоже напишите. Будем разные сейчас собирать мнения, чтобы знать, какие у нас есть проблемы и решения будем давать. Так. Да, у меня с Инстаграма нет регистрации. Наталья Вшар пишет, да. Я начала, пишет Инесса, но это только начало, один человек пришел. Ну, здорово, Инесса уже. В начале пришел один человек. Диля пишет, да, Рита, супер. Нужно, будем учиться у Риты. Более три тысячи подписчиков, покупки и регистрации, но больше просто покупок. Такой контент просто на товар. Да, ну, я вот заметила, что Рита уже начала больше на бизнес тоже снимать контент. Ирина пишет, что ничего не знает лично. Ну, да, смотря как вы выстроите свою стратегию, как будете работать. Давайте еще раз вернемся к презентации. Мы будем с вами снимать красиво или умно. Да, то есть тоже нужно здесь понять. Потому что просто красивые ролики без никакой, без никакого плана, стратегии, они не будут приносить вам результаты. Возможно, они будут давать какие-то лайки. Но здесь еще нужно все продумать, чтобы было и красиво, и умно. Мы потом и за то, и за другое. То есть уже некачественные, некрасивые ролики не привлекают внимание. Как и такие ролики, где вас нет, где не прокачивается ваш личный бренд. То есть вы должны там фигуировать в своих роликах. Потому что люди идут на людей. Если вы себя не показываете, вы тем более еще и можете страдать от того, что люди будут другие атамиансы, будут брать ваш контент. К сожалению, да, такое происходит. Такое происходило всегда с начала моей карьеры, когда я пыталась что-то записывать. Потом это все было везде у всех. Но когда я стала больше показывать себя, свое лицо, свой голос, ну, голос берут себе все равно. Вот именно лицо уже не берут себе, не забирают, не копипастят. Поэтому если вы свой личный бренд также будете включать в свои ролики, то вы еще и обеспечиваете свой контент от копипаста. Поэтому перед тем, как мы будем снимать с вами красивые ролики, нам нужно расписать стратегию, как вы хотите двигаться в этом направлении. Если вы выбираете снимать ролики, то вам нужно прописать все, что вы хотите. То есть перед, это важная работа тоже, перед тем, как начать, мы будем писать, какую мы хотим аудиторию привлекать, каким образом мы это будем делать, какую продукцию я буду снимать или больше на продукцию, или на бизнес, или на то и другое, что, в принципе, можно использовать в Атоме. Мне кажется, что лучше все вместе, и продукцию, и бизнес. Мы можем с вами... Так мы не надоедим к аудитории, так у нас будет разнообразный контент, и мы будем находить как клиентов, так и бизнес-партнеров. И хорошая стратегия — это короткие красивые ролики с цепляющим текстом и описанием. То, что сейчас я активно внедрила в свою работу, то, что сейчас тестирую. Далее я вам покажу аккаунт в Инстаграме, который мне прислала наша звездный мастер, и оттуда идеи тоже будем брать. Как раз там идут короткие красивые ролики, то есть они не обязательно должны быть длинные, там с огромной смысловой нагрузкой, с огромным текстом. Это просто лишняя работа будет. А если вы будете писать красивые ролики, короткие, потому что в рилсе они даже и 6, и 7 секунд могут длиться, в зависимости от музыки, которую вы выбираете. Поэтому длина не так важна. То есть многие думают, что это надо долго, что-то красивое, что-то там текст еще писать. Да, текст должен быть, потому что многие смотрят ролики без звука, особенно, например, мамочки в декрете, кто пока ребенка укладывают, усыпляют, одной рукой смотрят контент, листают ленту. Поэтому текст должен присутствовать, но не слишком много. Цепляющий текст. Тоже подумайте своей стратегией о том, чтобы текст цеплял. Как сделать такой текст, мы попозже об этом поговорим. И описание. Тоже то, что я сейчас пробую. Я никогда не думала, что в рилсах важно описание. Вообще кто-то будет читать мое описание, оказывается. Можно так привлечь своим роликом и текстом, что люди с удовольствием будут читать ваше описание. И пока они его читают, у вас будет прокручиваться этот рилс много-много раз. То есть будет еще и рассмотр расти. Цель. В чем цель заключается нашей с вами работы? Это заявки. Чтобы был результат от нашей работы. Чтобы вы увидели, например, в описании. Написали, чтобы узнать подробнее, напишите мне в комментарии. Хочу узнать подробнее. Или напишите сразу мне в директ. Хочу узнать подробнее. Напишите подробнее. И вы получаете на следующий день, например, такую заявку. Это, значит, цель наша осуществлена. Через нашу работу прошла такая сообразная продажа. У нас появился результат. И это наша цель. Чтобы не просто мы снимали с вами красивые ролики, и потом никакой цели мы не достигли, а был результат. Заменить таргет. Тоже классно. Потому что сколько бы таргет мы не запускали, он очень круто работал. Три-четыре года назад очень круто. Любое, что не поставишь в Атоме, это все залетало. Сразу в день приходило 10-20 регистраций. Ну, 20. Не приходило 10 точно. То, что вижу сейчас, очень тяжело. Через таргет подвигаться. Не знаю почему. Потому что, видимо, это уже не настолько актуально, как РИЛС. Ну, будем пробовать. Тем более, что через РИЛС это бесплатно продвижение. Таргет это, конечно, большие, ну, платим денежки. Так. Читаю сейчас чат. Просто в ВКонтакте выкладываю пишу Надежда. В одноклассниках. Пока без результата, да? Ну, нет результата, потому что, видимо, не те действия. Нужно регулярно выставлять, но не всегда это получается. Ну, у меня есть решение тоже. К сожалению, у нас в Узбекистане TikTok не работает. Да, используйте то, что у вас работает. Так. Нормально, все слышно хорошо, спасибо. Дана. Далее, то есть мы будем это делать бесплатно. Мы не будем платить Facebook за рекламу. Но это не значит, что можно расслабиться. Вот как писала Гузель, что как бы нужно это делать регулярно. Все знают, но не делать. Регулярность здесь важна. И я вас приглашаю на марафон 30 дней Reels в Telegram чате челлендж. С 11 по 10 августа. С 11 июля до завтрашнего числа мы с вами будем ежедневно записывать Reels. Я буду давать задания, то есть на какую тему мы будем снимать. И будем ссылки на свои работы, на свои посты скидывать в этот чат. Мы в этом чате друг друга всех поддерживаем. Стараемся зайти, вдохновиться, посмотреть вообще, как другие снимают. И поставить лайк или даже комментарий. Возможно, даже подписаться, если вы будете цеплять своим роликом и своим личным брендом аудиторию. Даже вот то, что есть. На 30 дней будут задания и они будут простые. Не нужно сразу думать, что-то пугаться, что-то такое сложное ежедневно. Мы будем делать короткие ролики. Возможно, даже не все будут на все 15 секунд. Будем стараться с вами цеплять аудиторию и использовать инструменты, которые уже многие люди используют и на которые на них работают. Так, чат тот же чат-челлендж. Не буду создавать новые, потому что, в принципе, этот чат мы уже больше года ведем. Раньше это был чат только для всех желающих в нашей команде, кто хотел идеи для контента, роликов. На TikTok можно было скидывать, YouTube Shorts тоже туда можно было скидывать. И вот теперь я решила в том же чате сделать марафон на 30 дней. Это как раз вот для того, чтобы смотивировать всех вас и себя, в том числе, на регулярность, чтобы ежедневно бить по цели. Цель – найти партнеров-клиентов. Отлично. Так, Вероника пришла. Многие прячут рилсы с лентой, размещают их. Как лучше сделать? Ну, давайте посмотрим, как это делают эксперты. Ну, не прячут, они не прячут. Можно что-то прятать со своей лентой. Что у вас там не получилось? Где обложка не вышла, например. Я вот такое убираю со своей ленты. А так остальное, в принципе, что мне устраивает, я оставляю. Почему мне? Как можно попасть в этот чат? Спросите у своего спонсора в ранге. Спонсор в ранге, да, потому что у нас есть чат для мастеров продаж и выше, и туда я скидываю все ссылки на все марафоны, на зумы, на обучение. Вот, и если вы еще не в ранге, то есть вы еще не мастер продаж, можете спросить у своего спонсора, кто в ранге. Если не ваш прямой спонсор, то повыше-выше спросите. Бриллиант, шарон или выше. В общем, я думаю, что мы не составим труда найти чат, ссылку на этот чат. Если будет желание, появятся и возможности. Так, хорошо. То есть мы с вами знаем теперь, да, что... Давайте подытожим этот слайд. Будем с вами снимать и красиво, и умно. Запишем свою стратегию. У каждого будет своя стратегия, да, потому что у каждого свой личный бренд, своя цель, своя желаемая аудитория. Вот каких людей вы хотите привлекать в свою команду, в свой бизнес, какой продукции. Возможно, кто-то будет именно там на хим-хим делать упор, кто-то на красоту, кто-то на бады, кто-то на товары для дома. То есть у каждого будет свое. Если вы хотите разные продукции убрать, вот так и напишите. То есть стратегию нужно будет расписать. Цель этого нашего мероприятия, это чтобы пришли заявки, чтобы к вам прям шли регистрации. И я думаю, что когда вы будете получать такие заявки в Direct, вы тоже скриншоты отправляете в группу для общей мотивации, что то, что мы делаем, работает. Это будет бесплатно, потому что Reels — это сейчас тренд, это актуально, многие перешли с TikTok на Reels, именно смотрят активно, даже больше, чем посты, потому что это интереснее, это за несколько секунд. Музыка классная, много-много разных кадров. То есть это цепляется. И марафон, заходите, участвуйте в марафоне, и мы будем активно качать свой контент. Так, стратегию давайте теперь отдельно. Расписать стратегию, включить обязательно вот эти пункты. Каждый Reels должен иметь очень хорошую обложку и цепляющий текст. То есть, когда заходишь в вашу ленту, чтобы захотелось нажать на такой Reels. Хотелось нажать и посмотреть, о чем же. Потому что, ну, как работает Reels, он тоже бьет по определенной аудитории, которая интересна. То есть, как таргет, да? Таргет же он приводит цель. Таргет — это цель. Он бьет по целевой аудитории то, что вы напишете. Reels тоже так работает. Поэтому, если вы сможете так расписать, о чем идет ваш Reels, то вы сможете бить по той аудитории, по желаемой аудитории. Те, кому нужен заработок и так далее. Кому нужен атом. Дальше. Обязательно продумайте сценарий перед тем, как снимать. То есть, перед тем, как снимать, перед тем, как начать марафон, вам нужно все продумать и расписать. Сценарий каждого ролика тоже можно продумать. Ну, будут даваться идеи общие, да? Сегодня мы снимаем вот такую идею. Вам, конечно, нужно будет подстроиться под шаблон, который я даю, да? И уже продумать свой сценарий. Как вы это сделаете, исходя из своего личного бренда. Мамочка в декрете будет снимать по-другому, да? Чем, нежели кто-то, девушка, которая работает в парке. То есть, это у каждого будет разный сценарий. Поэтому мы его продумываем, расписываем перед тем, как снимать. Ну, подстроение под свой личный бренд мы поговорили. То есть, чтобы это не было, ну, совершенно не разнилось с тем, как вы уже ведете свои странички. Точнее, чтобы это было естественно тогда. Ваши рилсы было продолжением. То, что вы видите в сторис, то, о чем вы говорили в постах. То есть, все логически, логическая цепочка, чтобы была выстроена. И благодаря рилс вы просто как бы подталкиваете аудиторию сделать шаг. Написать вам, начать с вами общение об Атоме, зайти в команду, купить продукт. Описание. Вот то, о чем я говорила, что это вызвало у меня удивление, что описание все-таки работает. Описание тоже нужно заранее его подготовить перед тем, как выкладывать. То есть, мы не можем написать там что-то короткое и что угодно, и просто надеяться на лайк. Нам нужен результат. Нам нужна заявка. И в описании можно как раз вот эту удочку написать конкретно, чего вы хотите. Что вы имеете в виду под этим, под этой обложкой, под текстом, под заголовком. Скажу ваш рилс. И затем, как вы можете помочь. Как можете, чем вы можете быть полезными в своей аудитории. Почему нужно идти именно к вам. И дальше, как с вами связаться. То есть, как клиенту комменты написать или вам директ написать или на WhatsApp, что делать клиенту, чтобы вы ему помогли. И дальше подготовить страничку перед тем. Ну, или во время марафона вы можете подготавливать свою страничку. То есть, сделать ее более доверительной. Это же холодная аудитория. Так же, как таргет. Когда мы запускаем рекламу на таргет, мы обязательно подготавливаем свою страничку, чтобы и аватарка была соответствующей. Тогда вы крупным планом. Не надо ставить логотип или какую-то продукцию. Ничего вместо себя не ставьте. Именно вы. Люди идут на людей. Вы должны быть на своей аудитории. Крупно, с улыбкой. Это то, о чем мы говорим всегда. Шапка профиля. Упаковать шапку профиля так, чтобы вам захотелось написать, подписаться, смотреть ваши сторис, узнать о вас подробнее. И затем уже купить у вас. Поэтому подготовьте все. Введите активно в сторис. Потому что это тоже важно. Это позволяет подогреть нашу аудиторию. Поближе познакомиться. Показать, что мы не страшны. Что с нами можно общаться. Что мы такой же человек, как и они. Потому что к нам будут притягиваться похожие люди. И максимально поставить точки контакта, чтобы с вами было легко заговорить. И самое главное, это начать общение с теми потенциальными клиентами и партнерами. Начать общение. Подогревать, прогревать сторис и общение в директ. Не пытайтесь какими-то шаблонными фразами общаться со своим аудиторией. Когда вам пишут с ваших ринс, сторис или постов, когда вам пишут, старайтесь каждому индивидуально подойти. Это и в таргете тоже используются. Шаблоны не работают. Даже если там у вас много заявок, лучше и качественнее будет, если вы будете с каждым общаться на их языке. Даже вот кто знает много языков, можете прям вот. Вот мне на казахском пишут, я пишу на казахском. Хотя я не в своей шерсти владею. Я использую гуглопереводчик даже. Но я стараюсь подстроиться под человека, под каждого. И несмотря на ранг, несмотря на свой статус, я все равно с каждым общаюсь с человеком, который приходит ко мне и спрашивает, вот как это, как то, отправьте мне каталог, а сколько это стоит даже. Я не люблю этот вопрос, потому что у нас куча товаров. И каждый раз нужно заходить на сайт или вот каталог очень сильно помогает в этом. Посмотрела каталог, посмотрела цену. Но вот это общение от дорогого стоит. То есть это тот инструмент, который приведет вас к результату. Потому что если этого общения не будет, если вы будете общаться шаблонными фразами, вот каталог или вот маркетинг-план, просто, да, то вы не добьетесь результата. Обязательно задавайте вопросы и показывайте, что вам интересно общаться, что вы заинтересованы в этом человеке. Тогда вы получите себе клиента или вот это. Какие боли аудитории поможете закрыть вы, как представитель Атоми? Вот про боли очень нужная тема. Когда мы говорим о таргете, то же самое. Мы бьем по боли. То есть когда вы таргет рекламу смотрите в инстаграме, да, она бьет именно по вам, по целевой аудитории и по боли аудитории. Например, вы планируете отпуск и вам будет попадаться реклама про разные, например, варианты отпуска или чемодан или отель. Вот так это работает. Если вы в гугле, да, что-то вбиваете, там я планирую, хочу в отпуск, куда лучше поехать в отпуск, это все считывается. Таргет так работает, это такая интеллектуальная работа происходит. Искусственный интеллект все считывает и дает вам. Вы получаете рекламу именно по своей боли. Также и в Reels нам нужно будет расписать, какие боли аудитории вы поможете закрыть, как представить метод. Для меня это доход для мам в декрете. Вот именно доход. То есть не просто, что я маму в декрете, да, показывать в Reels, а то, что еще и я зарабатываю, находясь в декрете, находясь в уложении. Далее. Ну, это все про нас. Семья в чужой стране без родных и друзей. Тоже, да, можно показывать, что вообще тяжело в другой стране, когда нет ни родных, ни друзей. Ну, вот мы общаемся с партнерами, да. Мы вообще-то не скучаем, потому что вот такая большая семья атамянцев здесь есть. Работа за рубежом. За рубежом, что касается Южной Кореи, да, США, Европы, очень большие, высокий уровень жизни. Как с ним справляться, как так жить, как так работать, да, чтобы хватало на жизнь. Ну, вот по этим болям я планирую убить. Такие же боли вы можете закрыть, исходя из вашего личного проекта. Напишите, пожалуйста, в чате. Давайте пообщаемся на эту тему. И распиши. Это тоже будет ваша стратегия. И мы, исходя из этих болей, да, все вот эти боли возьмем и будем ежедневно снимать контент именно по... Достойность, да. Достойность, да. Достойность, да. Вот это слово нужно будет так расписать, чтобы было понятно даже ребенку. В старости, в расслабоне, в путешествиях, где не надо будет уже работать. Возможность выйти на пенсию даже раньше, чем вы планировали. Жизнь в чужой стране. Как не потерять себя в декрите лично. Перестать работать от звонка до звонка. Здоровье для многих, да, именно конкретно по какой болезни возможно, да. Там сейчас, например, если опять какая-то волна вируса идет, то по этой боли может быть как не заболеть в новую волну и предложить химохим, да. Независимость. Независимость. Мало оплачиваемая на работу. Да, можно по этой боли снять классный ролик. Чтобы понять свою аудиторию, вам нужно у себя самих спросить, зачем я в Атоме и что я хочу решить, какие боли закрыть благодаря Атоме. Счастливая мама, счастливые дети. Возможность содержать стареньких родителей. Да. То есть видите, да, что разные совершенно у нас есть темы и мы будем с вами работать на разную аудиторию. Поэтому нет такой, да, у нас конкуренции в этих даже роликах, в марафоне не должно быть. Даже если у нас похожий будет контент, но мы будем работать с вами на разную аудиторию, потому что каждый у нас индивидуальный и будем привлекать аудиторию, похожую на нас. Если мы сможем транслировать то, чем мы можем помогать людям, какие решения давать на их проблемы, то у нас будет результат. Вообще, спасибо за ваши идеи. Да, будем работать именно над закрытием этих полей. Еще какие-то идеи есть, если будем решить. Покупать отличную продукцию. Возможность содержать... А, это уже читала. Тоже очень... Покупать отличную продукцию, это не боль, да. То есть мы можем продукцию найти везде, в магазине. А что именно будет цеплять? Вот боль цепляет, да. То есть, когда вы, например, едете за рубеж, да, вы хотите очень сильно хотите переехать в эту страну, но вы не знаете языка или у вас нет денег. Есть какие-то первоначальные деньги, но вы не знаете, как дальше будете себя обеспечивать. Вот это боль. И нужно именно по этой больной петелью. Жить, не отказывая себе и своим близким ни в чем. Да, можно показать то, что, да, вы уже живете так, не отказывая себе. Ничего. Уровень жизни повысится. Доход для мамы с ребенком с особенностями развития. Да, классно тоже, да. У нас будет такая аудитория появляться. Потому что вообще много мамочек с особенными детьми. И это такая аудитория очень лояльна. То есть, если они уже подписались на вас, то будут с вами до конца. Потому что, ну, это вот такая совместная боль. И когда мы вместе идем через это, нам намного легче. Брат-инвалид после аварии обеспечить ему достойный уход. Хорошо. Так, еще идеи. Возможность дарить достойные подарки. Да. Хочется дарить, но нет возможности, да? Отлично. И вот, представляете, исходя из того, что идет в чате, да, какие идеи. Все идеи, какие сценарии вы можете расписывать уже как режиссер. Давайте дальше пойдем. Заработать на квартиру. Жить отдельно с мужем и с детьми. Моя боль. Спасибо, Наргиза, за откровенность. Заработать на квартиру, да. Эту боль мы закрыли, кстати, благодаря АТО. И я прям в шапке профиля написала, что мы заработали на квартиру. Потому что это был для меня большой такой пункт. Своё жилье. Важно, да? Жить отдельно. Жить без родителей. Мужа. Это тоже, да, будет цеплять. Если вы сможете это показать. Ну, если в тексте написать. И вот Наталья Шин мне отправила аккаунт вот этой девушке. Это короткие ролики, всё. Здесь особо смысла мало. То есть это красивые ролики. Но текст, который цепляет. Да, вот если человек, которому интересно именно как развиваться через Reels. Зайдёт сюда. Он будет нажимать на все. Наша цель, чтобы вот наша аудитория тоже нажимала на все, залипала на наш контент. Да. Чтобы прям вот всё просмотреть. И всё у вас писание прочитать. Потому что вот она зацепила моё внимание. И хочется узнать, что, как она может мне помочь. Я тоже посмотрела все вот эти ролики, описания. Но моя цель была, чтобы обучиться, да, понять, как вообще оформлять всё это дело. Мне понравилось оформление. И это делается довольно просто через тот же InShot или через сам Reels. То есть когда мы пишем текст в Reels, он у нас идёт как в Stories. Мы текст пишем, так же и в Reels. То есть вот это вот без никаких приложений, только вот смотрится очень хорошо. Тоже себе возьмите на заметку. И вот мы говорили о том, что обложка должна притягивать уже, зацеплять то и через вашу обложку, чтобы захотелось зайти, почитать описание и уже таким образом подписаться и так далее. Поэтому я вот по этой стратегии тоже начала работать. Вот то, что мы здесь расписали. И у меня был... Сейчас покажу вам какой ролик сделала. Сейчас в интернете покажу. Так, это если кого интересно, это девушку. Сейчас тоже покажу. Вот её аккаунт. Jane F. Можете зайти. Посмотреть. Вот её лента. Это именно Reels лента. А, нет, это посты. Да. Но посты полностью через Reels состоят. Ну, сейчас, то есть это наша реальность, да, уже, что нам... Обычные посты даже можно не делать. Можно чисто Reels снимать. Ну, вот так, чисто для разнообразия можно какие-то посты всё равно включать. Так. И хотела показать вам свой, да, что я сняла. Да. Это вот мой аккаунт. Обратите внимание, да, на аватарку, на шапку, на звание. Короткое, запоминающееся, актуальное, вот тоже. Всё оформленное, там всё есть. Очень много роликов внутри есть. Это отдельная тема, мы с вами её не будем брать. Поэтому просто убедитесь, что во время этого марафона вы улучшите свою шапку, чтобы вам захотелось написать, чтобы у вас была такая вот... Ну, ваша визитная карточка. Такая визитная карточка, чтобы к вам захотелось написать, на вас захотелось подписаться. То есть это всё делает вот это наше первое впечатление. Так, вот какой Reels я сделала и потом напишу заявку. Тут музыка есть, но я не знаю, сейчас попробую. Ну, кому интересно, можете зайти в мой профиль, там посмотреть уже. Вообще, вот этот материал для Reels я записала ещё, когда мы были в Турции. Просто ещё не успела его никак опубликовать. То есть у меня было идей, что я могла с ним сделать. И вот появилась такая идея. Ну, тут я била по заработку. Боль, как зарабатывать на косметике. То есть мы все пользуемся косметикой. А как сделать так, чтобы ещё и зарабатывать на том, что мы пользуемся. Это вот ответ в описании здесь. То есть я показываю себя, что я довольна. Красивую нашу продукцию. Ну, помада – это то, чем пользуются все. Тени. То, что мне нравится. Результат нравится. Поэтому, да, улыбка. То есть это очень важные всё моменты. Красота, да, чтобы красивая была продукция, чтобы вы улыбались. Неизмученный вид, да. Свет. Ну, это всё, что касается съёмки – это, конечно, важно. Чтобы свет был хороший, чтобы качество съёмки было хорошее. И текст у меня дальше идёт. Тоже, извините. Чёрный. Потому что белый на белом фоне не смотрится нечитабельный. А вот чёрный уже читается. И здесь я дописала «читай описание». То есть такой вот тоже призыв к действию, чтобы не просто посмотрели, а ещё и прочитали описание. Что я пишу в описании? Можно просто краситься, а можно на этом зарабатывать. Причём так, чтобы накопить на квартиру, на жизнь в другой стране, на путешествие и благотворительность. То, что я транслирую в сторис. Это в шапке написано, что мы на квартиру заработали. Жизнь в другой стране – это в шапке есть слово «путешествие». Также в сторис мы транслируем, что мы сейчас живём в Корее. На путешествие, то, что мы тоже в сторис транслируем, то это благотворительность. Мы с девочками сами в восторге от качества косметики Атоми и с удовольствием её рекомендуем. Когда по нашей рекомендации покупают эти товары, компания начинает вам выплатить 24-х страхов. То есть здесь я работаю на глобальность. Это всё, что можно и в разных странах зарабатывать, и взять не только в одной. Не нужно опыта образования, нужно полюбить эти товары самой. Сделать это очень просто. Напиши мне в директ «Хочу косметику Атоми» и я расскажу подробнее. Не упуская свой шанс зарабатывать на том, чем вот так пользуешься каждый день. Так, вот эта мелодия здесь написана. И давайте посмотрим результат. Какой был результат вообще? Вот уже можно посмотреть, да? Результат. Лайки 435, 11 комментариев, что круто. Просмотров сколько? 6297. Неплохо. Вот, например, мой рилс про беременных. Больше такие витамины, как беременные. Там просто актуальная, более актуальная, возможно, музыка, звук. Поэтому больше просмотров здесь. И не знаю почему, но вы никогда не угадайте, какой ваш ролик. Будет, возможно, даже миллион просмотров вы можете набрать. Почему бы, если вы все сделали правильно, красиво. Вот этот ролик тоже у меня хорошо выстрелил. 13,4 тысячи просмотров. Потому что, возможно, это новинка. Еще мало кто со сноу делал рилс. Не знаю. То есть вы никогда не знаете, но вы можете отслеживать, что работает, какие ролики. Очень хорошо залетают на просмотры. И вы можете тут понимать, в каком направлении дальше двигаться, дальше расписывать свое строительство. И... Так, хотела показать результат. Вернемся к презентации. Помните, да, что я написала в описании? Я написала, напишите мне в директ определенные слова. Хочу косметику Атоми. И вот мне написали две девочки. Именно по этому запросу. Здравствуйте. Хочу косметику Атом. То есть, видите, я получила результат. Видите, заявка. Уже дальше, как я буду с ними работать, да. Я старалась очень визуально подойти. Но сам факт меня удивил. То, что... Вот интерес. Этот человек, Айлым, она была на нас подписана не так давно. А вот Альмира, она не была подписана. Ну, или подписалась после. То есть, я раньше с ней не общалась. Потому что с Айлым, она какие-то вопросы задавала раньше. А вот это первая у нас была переписка с Альмирой. И она чисто пришла и написала мне из-за этих рилс. Потому что было четкое сообщение, да. То есть, четкие выстроенные так рилс, чтобы мне написали по этой теме. Так. Что я ответила Айлым? То есть, тоже очень-очень индивидуально. Да. То есть, это у меня не было нигде. В шаблоне я написала с нуля текст. Мы с Алматы. Да. Старалась. Ну, вижу, что казахское имя. Поэтому написала, что мы тоже с Казахстана. Ну-ка, мы с Алматы. Чтобы появилась точка контакта. Чтобы для человека я не была какой-то чужой. Да, например, с одной стороны уже доверие больше кому. А сейчас в Корее живем. Здесь познакомились с Атоми. Это интернет-магазин в Казахстане тоже есть. Атоми Киеве. Это косметика витамина товара для дома. Можно заказывать за скидку онлайн и заменить товар для дома. Ну, довольно много текстов я написала. Возможно, можно как-то коротко общаться. Даже будет лучше. То есть, хотелось... Иногда хочется, да, с одним сообщением написать все. Но такая стратегия не очень рабочая. То есть, лучше, конечно, коротко писать. Здравствуйте. Меня зовут Ильярд. Я тоже из Казахстана. Вы из какого города? Вы из какого города? Это тоже очень хорошая фраза для того, чтобы начать общение. Человека побудить на то, чтобы что-то вам ответить. Уже началась переписка. Более вероятно, что на следующий ваш вопрос еще что-то ответит. Или на следующее ваше сообщение, даже если это не вопрос, будет ответ. То есть, тоже такая стратегия называется три да. Когда вы получаете от человека три да, то дальше уже на следующее ваше... Любое предложение человек также скажет да. Здесь это вопрос. Можно побуждать общение. Ну, здесь тоже, да, я начала общаться с человеком. То есть, уже дальше все зависит от вас. От того, как вы будете общаться с ним. Очень хорошо, когда вы выводите человека на общение именно в директ или сразу в WhatsApp. То есть, не оставлять это на этапе комментариев. Даже если вы пишите своё в рилс. Напишите мне такой комментарий. Хочу косметику. И там же в комментариях общаетесь. Лучше так не делать. Лучше или написать давайте в директ общаться. Или кто пишет вам комментарии написать я вам написала директ. Уже вы более... Ну, то есть, личное общение. А ещё лучше, когда вы уже в WhatsApp находите. Там вы и контакты друг у друга уже обменялись. И с вами легче контактировать. И уже человек знает, кто это. Легче регистрацию сделать. Потому что, когда пишешь, что нужно для регистрации. Одним пунктом меньше. Ты уже знаешь, из какого города она. И номер. Дальше тебе просто нужно собрать ФИО, дату рождения и мы. И всё. То есть, это такой тоже уровень доверия вызывает. Теперь о том, как монтировать. В Инстаграме появилась такая фишка, как просто используй шаблон. И вы сможете смонтировать ролик в течение нескольких секунд. Но мне сказала Дали Ши, что не у всех есть такая функция. Но посмотрите обязательно в своём телефоне. Сейчас я покажу демонстрацию, как это выглядит в тюрьму. Если есть вопросы, пишите. Гриам пишет. У меня чёрный экран. Картинки не вижу только у меня так. Всё. Спасибо, девочки. Сейчас я выведу. Так. Вот мой экран. Вот мой инстаграм. Вот Reels. В Reels выходят не все, на которые я подписана. И вот как раз use template. Если вам нравится эта музыка, если вам нравится, как выглядит, мы нажимаем на use template. У меня просто на английском языке. Использовать шаблон. Дословно. Что здесь нужно делать дальше? То есть у вас здесь идут ролики по несколько секунд. То есть они под музыку, которая используется в этом шаблоне, они подходят. И здесь написано, да, 03 секунды, 05, 03, 08. И вот таких роликов много. Что нужно сделать? Нажать добавить медиа и выбрать ролики какие-то свои-свои ленты. Не обязательно, кстати, ролики, можно и фоточки использовать, да? Давайте любую все. Все. Девять. Выбрали. И теперь автоматический ролик смонтирован на те медиа, которые я выбрала. То есть даже музыка идет. И все. То есть я дальше нажимаю next. Далее. Здесь я могу написать текст. И этим текстом. Важно его не поставить слишком вниз. Вниз, да? Здесь у вас даже появляется «атомика Корея», например, да? Показывается, куда текст не нужно ставить, чтобы он не злипал на ваше название. То есть вот это вот место можно сюда ставить текст. Либо здесь хорошо, либо здесь обычно, потому что в серединке идет там, ну, лица наши. Вот здесь текст, например, или здесь. Текст хорошо ставить. Если вы планируете, да, что этот текст будет у вас также в обложке, то его покрутнее. Какой текст, шрифт вы можете выбирать, но не любой шрифт будет одинаково смотреться. Поэтому мне нравится вот такой вот жирный шрифт. В общем, вы можете поиграть, да, с этим. И затем уже что мы делаем? Next нажимаем. Если вас все устраивает, выбираем обложку. Либо кадр из вот этого ролика, то что у нас получилось, либо с галереей можете поставить. Дальше здесь вот это как раз описание. То, что нужно обязательно заранее подготовить. Какое описание, призыв к действию. Это все здесь должно быть. В тексте тоже, то есть в заголовке тоже боль должно быть. Так, и дальше вы можете что сделать еще? Add location, то есть написать. Геолокацию поставить. Если вы находитесь в Алматы. Или, ну, это делается для чего? Чтобы выйти на ту аудиторию, которая вам интересна. Можете выбрать совершенно любую локацию. И share. Дальше уже поделиться своим роликом. То, что у вас получилось. Это вот такой простой способ, как сделать ролик. Напишите, пожалуйста, в чате. Сейчас я пока установлю демонстрацию. Напишите, есть ли у вас вот такие, открывается ли шаблон Reels? Да, очень удобно пишет. Мне нравится по шаблону ставить. Есть, есть. Эдуард пишет. Здорово. Музыку как и где скачивать в Reels. Музыка. Да, про музыку надо было еще показать. Но, когда вы просто Reels чей-то открываете, вот зайдите в чей-то Reels. И там есть такая фраза. Использовать музыку. Или просто на музыку нажимаете. Если вам понравилась эта музыка, вы на нее нажимаете. И выходит вот внизу такая кнопочка использовать аудио. Эту же музыку вы можете использовать. Просто начните редактировать. И вы начинаете. Есть. Еще. У меня не на всех роликах Reels есть использование. Ну да, да, Екатерина, все правильно. Если просто есть эта функция, открывается, значит все нормально. Просто не на всех Reels, которые вы будете открывать, смотреть, листать, будет такая функция. Потому что она не везде доступна, не на всех роликах. Кто-то делает без нее. Кто-то делает с ней. Я пробовала, очень удобно пишите. Да. Есть. Ура. Ну, если у всех есть, то, наверное, смысла показывать. Как монтировать? Нет особо. Ну, давайте для тех, у кого вдруг какая-то старая версия не открывается, покажу. Как мы делали это раньше, до вот этой функции Reels, которая облегчает нам работу с вами. Это приложение InShot. Вот. Я коротко покажу, если прям будет вопрос, как этим пользоваться, то могу показать. Так. Вот. Например, ролик, который я делала для Reels тоже, про наше награждение. Потом. И, как видите, музыку, я не знаю, сейчас, нет, наверное, не поставят музыку. Да. Здесь вы можете из Reels потом выбрать любую музыку. Просто главное, что смонтированный ролик вы туда поставите и на любую музыку можете выбрать. Вот. Здесь получается очень много коротких роликов. Как и в шаблоне Reels, который я показывала. Там где-то 5 секунд. 0.3, 0.5, 0.8. Вот тоже самое. Только здесь вы можете сами выбрать. Видите. Вот такой ролик. Вот такой. Вот такой. То есть Reels – это постоянная смена кадров. Там не может быть, да? Весь Reels обычно очень редко бывает, что там один кадр. То есть одно видео на весь Reels – это смена кадров. Так это интереснее смотреть и пересматривать. Вот такой отрывок. Вот на сцене. Еще на сцене. И дальше интервью. Как у нас берут, да? Дальше ролик со сценой. Ангелий награждает. И это все. То есть у нас получилось 23 секунды. Это довольно длительный длил с вами получился. Вы можете зайти на атомик «Аттоник», 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 «Аттоник». Корейного Инстаграма смотреть. Это Reels. Какая там была музыка. Можете даже ту же музыку использовать. Если не открывается опция «Использовать шаблон», то вы знаете, что нужно через InShot это приложение зайти и сначала смонтировать этот ролик. Вот это как раз монтаж. Просто все порезать, да? Все свои ролики порезать. Где-то по своему усмотрению можете резать. Где-то, чтобы попасть под ритм, можно скачать это видео. Давайте покажу, да? Например, вот этот ролик. Да, если нам нужно скачать аудио именно с этого ролика, мы берем этот ролик. Открываем Volume и Extract Audio. То есть экстрактировать, вытащить аудио. Вот сам внизу видите кнопочку? Вот эту кнопочку сам внизу. Нажимаете. Вот, сам ролик можно удалить. Так, с корзины удалить. А эта музыка останется теперь здесь. на... Да, эта музыка, я сейчас не могу, что она зашла. Она осталась. Вот из того ролика, который с косметикой. Уже на этом ролике. И что еще классное, что, когда вы заливаете с музыкой уже в Reels, то Инстаграм через некоторое время, через несколько секунд, сам определяет, что это за музыка и что. Потому что по музыке тоже вас могут найти. Стоп. Давайте снова зайдем в Инстаграм. в Reels. И вот я нажимаю в самый низ. Видите, где дорожка идет. Original Audio. Да? Здесь туда нажимаю. И вот здесь совершенно разные варианты на эту музыку. Я могу видеть, зайти на любой понравившийся Reels, который интересен, да? Если это будет какой-то ваш Reels, то есть у вас увеличивается вероятность, что вас найдут, вас посмотрят, на вас подпишутся, То есть увеличивают шансы благодаря музыке. Ну вот. Если какие-то вопросы есть, пишите. Я подробно остановлюсь на конкретном моменте. Так. Как у вас дела? Не сильно или я вас загрузила? Вопросы появились по ходу дела. Ну, запись там же, где вы взяли эту ссылку на сегодняшний вебинар, там же запись будет. Или напишите. Мне, как всегда, потом еще раз все переварите. Да. Информации много. Информация объемная. Еще хороший совет – это заходить в Reels самим, чтобы вы просто наблюдали за тем, что вообще публикуется, что вам выходит в интерес. Если вы просто зашли на эту кнопочку в Reels в Инстаграме, в серединке, или ставите вот так вниз, снизу вверх, и ставите – это то, что вам выходит почему-то, по какой-то причине, по алгоритмам Reels вам выходят эти ролики. У меня часто про Atom выходит, даже на людей, на которых я не подписана. Так как я занимаюсь Atom, мне выходят именно такие ролики. Посмотрите, какие вам Reels предлагают в Инстаграме. Потому что для всех у каждого будет индивидуальная подборка. И какие-то идеи можно взять из того, что вы листаете. Тоже аудио, да, можно аудио брать. Если вам понравился звук, вы нажимаете на аудио и отправляете свой ролик, уже который готов вы смонтировать. Или здесь же можно найти шаблон. Именно здесь, когда вы листаете. Я так нахожу. То есть самим быть активным пользователем Инстаграма и зрителем Reels будет важным для того, чтобы вы знали, что сейчас актуально, какие идеи можно придумать, исходя из вашей стратегии. Тоже не забыла, да, важного момента. Самое главное, чтобы не просто кого-то копировать, не просто сделать похожее, но чтобы был результат от вашей работы. Судя по тому, что рассказываешь, я пыталась по всем фронтам. Здорово. Были какие-то сегодня осознания? Напишите в чате, пожалуйста, что было полезно. Скоро будет заканчивать. Аппаратная связь. Будете ли вы участвовать в марафоне завтра, который уже начинается. Почему завтра? Почему месяц вообще? Почему 30 дней? Это очень хорошая регулярность для вашего контента. Чем больше у вас роликов, тем больше вероятности вам напишутся. Если у вас это только один ролик на одну тему, то непонятно, да, будет зритель. Мало что, на что залипнет у ваших людей. Если у вас будет много роликов, как обычно сейчас модно делать, много роликов на одну и ту же тему, просто с разных сторон. И тогда уже такая картинка появляется в голове про то вообще, что предлагает этот аккаунт, этот человек. Уже все, уже понятно. Уже хочется написать, уже знаешь о чем. То есть прогретая аудитория. Благодаря чему? Благодаря тому, что у вас хороший выстроенный контент. Много роликов с понятными заголовками, с цепляющими. Хочется зайти, посмотреть за ними. Да, нужно начать и не бросить. Это важно, да. Потому что если вы начинаете, то бросаете. Начинаете, бросаете. Никакой регулярности здесь нет, никакого результата тут тоже не будет. Лучше уж взяться один раз и через месяц уже посмотреть на результат, сработает или нет. Потому что за месяц уже можно понять, это работчая стратегия или нет. Я тоже это хочу. И из-за этого хочу вот так вот тоже себя заставить. Пожалуйста, без отговорок, да. Что, ой, сложно 30 дней. Нужно постить каждый день без выходных. Там, квантовый скачок. У меня беременность, третий триместр, анемия, духота, жара. Но все равно я это буду делать, потому что мне не безразличен мой бизнес. Я хочу людей в команду, я хочу помогать людям, знать об этом. Очень много можно придумать и подговорок, но очень много и можно придумать причин, почему это нужно делать. Где-то на каком-то учении, когда я слышал, что создание лица увеличивает популярность, нежели создание другой программы. Скажите, пожалуйста, это правда? Ну, вообще, я думаю, похоже на правду, потому что, если вы используете инструмент RILS, то вот этот тот же шаблон, да. То есть вы, когда используете этот шаблон, потом на ваш RILS зайдешь, и этот шаблон опять можно использовать. То есть это увеличивает эффективность этого шаблона. Мы каждый из нас становимся таким вот носителем этого шаблона, что больше людей будут его использовать. Поэтому, да, можно это делать, если у вас, конечно, это открывается функция. Как раз думала про марафон по RILS, искала подходящий. Спасибо, Екатерина, участвует в всех марафонах. Задание на завтра я напишу. Для меня этот марафон очень актуален, пишет Таня. Спасибо за мотивацию, поддержку. Спасибо. Будем участвовать, пишет Елена. Елена. Я тоже только Юлечке написала прямо в этот же день про марафон информации. Все случайности, не случайно, да. Наталья Сергеевна. Понравилась идея марафона? Когда вместе с вами, но интересно, легче. Да, вместе всегда легче. И так сложно все кажется. Просто, когда видишь, как другие делают, понимаешь, что это и так сложно, я тоже так могу. Если они делают, то я могу делать, да. Ссылки отправляются. Видишь, что регулярность у людей тоже прокачивается. И сам стараешься не оплошать. Ну, участвует, пропустила, как участие принять. Да, участвует только наша команда. Поэтому спрашивайте у своих спонсоров в рангах. Ссылку на чат. И начнем уже завтра. Сегодня распишите домашнее издание стратегию. И боли тоже распишите, по каким болям вы будете бить. И вообще всю стратегию тоже распишите, как вы представляете себе, во-первых, свою аудиторию. Шапку профиля тоже можете подготовить, о чем вы говорили в стратегии. Какой шрифт вы будете использовать, тоже важно, да. Я вам показывала страничку, где у девушки примерно одинаковые шрифты везде используются. Поэтому тоже старайтесь, чтобы шрифт был везде одинаковый. В смысле название шрифта. То есть, если вы уже используете такой жирный шрифт, то будет некрасиво, просто если где-то он курсивом, где-то жирный, где-то совсем другой. Поэтому выберите один и просто снимите текст, чтобы был. Конечно, во время марафона мы все будем отговаривать. Если будут какие-то ошибки, я буду писать. Какие-то группы ошибки, из-за которых качество вашей работы будет снижаться. Почему вам не захочется написать? Ну, потому что это будет выглядеть не так уже профессионально, как хотелось бы. Теперь научусь делать ревьюс. Хочу, а это я читала, да, уже. Спасибо мне за марафон. Снимать это кайфово, главное регулярно это делать. Да, классно. Снимать это работает. Давайте попробуем, почему бы нет. С каждым марафоном я беру для себя новые навыки. Пишет Наталья в шар. В продвижении нашего бизнеса. Спасибо всем большое. Спасибо, что уделили этот вечер своему продвижению в инстаграме. Как вы говорили, да, все, для чего мы делаем, для чего мы работаем. А ревьюс это тоже работа. Это чтобы развитал наш бизнес. Больше заявок приходило. Больше людям мы сможем помочь. Больше чек у нас будет. То есть, если эта стратегия работает, если у других людей получается, возможно у нас тоже это получится. Никаких гарантий не могу сказать, что через месяц у вас ежедневно будут регистрации, миллион подписчиков. Но попробовать стоит. Да, в любом случае выиграет ваша соцсеть, выиграет то, что у вас будет регулярность. Просто это в любом случае уже плюс. Когда есть регулярность, уже есть, ну как бы для людей, вы более профессионально выглядите. И да, вы серьезно. Видно, что вы серьезно занялись чем-то. У кого не айфон, там нет риэлс? Нет, у меня есть риэлс и на айфоне, и на андроиде тоже. Поэтому риэлс должны быть у всех. Просто посмотрите, да, чтобы у вас был обновлен инстаграм. Что еще важно, память. Хороший вообще телефон получше качества. Чем новее модель, тем лучше. Также заметила, вот мы приобрели айфон. На айфоне очень удобно с инстаграмом работать. Но если у вас андроид, не беда, тоже продолжайте работать с андроидом. Просто смотрите, что в результате ваши шрифты не поехали. Если вы их в самом риэлсе пишите, у меня иногда бывает, что они вообще на андроиде могут поехать. А в айфоне все так ровно стоит. И качество. Качество съемки тоже важно. Свет, если есть кольцевая лампа, если солнце светит, обязательно снимайте. Иначе буду обновлять. Может появится. Да, попробуйте обновить. Илсы должны уже у всех появиться. Это раньше было, да? Когда они только появлялись, у кого-то есть, у кого-то нет. Сейчас уже у всех есть. Потому что я инстаграм полностью запустил. Илсы пишет. Спасибо за познавательное обучение. Спасибо всем вам. Желаю вам огромного успеха с Атоми. И давайте вместе работать над общей целью. Вместе друг друга будем мотивировать. И идти к успеху вместе тоже. Пока. Об руку. Хоть и несмотря на расстояние. Да, стоите в чате. Всем пока-пока. С вами было очень приятно общаться.